15 у нас сейчас утро утро доставай пакетики яночка внизу там во что будем раскладывать сегодня у нашей бабушки 9 дней нет яночка не здесь вот эти будем пакеты которые мы покупали вот эти маленькие жарко невозможно просто то есть жара я кстати не смотрела сколько сегодня увидите я вся красная то есть без кондиционера это невозможно просто находиться я не знаю погода просто мучает просто мучительно когда-то погода настолько вот воздухе вот эта влажность и солнце и сильное солнце покажи что там делать в каждый пакетик я нападу и сам узкие по 2 конфетки и по одному так на печенье то есть должно быть или два или четыре не 3 и не и не 5 сегодня не надо ну да сегодня разговаривала с мамой мама сказала на сегодняшний день мы сильно так ничего не раздаем говорит я схожу на могилку схожу в церковь закажу панихидку но так как у нас заказать панихидку просто негде у нас нет нашего православного храма здесь из прошлых видео вы уже знаете что мы поездили по храмам и там вообще непонятные храмы до одной штучки вот так поэтому я хочу сегодня вот раздать чисто символически я пошла купила все таки вот самос и самоса 1 печенька и 2 конфеты ну так назад просто сейчас вот как раз утреннее время как раз вот на завтрак все и сидят сегодня я решила раздать только вот домашним дома всем домашним да так что вот это ты раскладывай сегодня моя помощница тоже уезжает в деревню ей тоже естественно передам сейчас для ее детей ей все это тоже я раздал но кроме того она у меня просила немножко помощи просила помочь просила для сына тоже передать сладости говорит когда он у тебя работал ты всегда ему угощала то все сейчас же он у нее в деревне поэтому я всегда отдавала ему пачку фиников потом всегда какие-то сладости миксер поэтому вот я для ее сына тоже передаю я в деревню как как гостинцы можно сказать это вот маленький ссори 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 и вот такую вот коробку разгула это такая тоже индийская сладость такие вот молочные шарики еще вот бананы и кое-какую одежду под собрала всегда говорит о том что передавай ему какую-то одежду если то что мы твой муж не носит поэтому я специально попросила раджиша перебрать всю свою одежду и вот здесь вот у меня много тоже насобиралась одежды и и это же сейчас передам сегодня она у меня сейчас вот работает прям последний последний раз потом на неделю неделю я не будет минимум просим кто-то сможет ли ее заменить но пока пока что завтрашнего дня конечно будем делать но надо будет поспрашивать если кого-то найду ей на замену на несколько дней кстати вот сомосом даются еще вот такие вот две чатни один вот из перца чили один вот сладкий вот этот редко едим у меня я она любит только вот эту именно сладкую чатни а так мы я и муж мы как бы вот эти вот чатни мы их никогда не едим ну что тут моя хорошая еще остались самоски ты полностью все раскладывая раздам до последнего я кстати своей помощницы тоже дам я на три штучки тоже отделе да и тоже отдам вот сын у нее сейчас деревне поэтому только ей вот дочери и ее мужу этого дома и невестки средний и конечно же отдадим потом поедем наш большой дом вот мы приехали в большой дом здесь кстати ремонт уже почти почти закончился уже и покрасили все сделали теперь дом красивый чистый заходи а это наша сада есть у я ее не узнала это она с нашими подарками идет это вот мы проезжаем вот этот же бедный район гер и и раздавала в принципе все самосы видите здесь вот куча всяких ферм поэтому давай вот этим раздадим две дай и бай леле самоса или на них а там увы и на ту саму собаку вольдет парк мажа и гимнари на теке вот так здесь я сегодня не хочу раздавать я прошлый раз им давала я хочу каким-то другим людям раздать просто обычным людям вот смотри здесь ребенок маленький давай его позовем эй бета бета и бараджа и бараджа или самоса ли и мирина них а там угли то узнам сэдерю самоса на и куколе деды гаяри дядя 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 не тугай мари ой корова тоже просит отдала ребенку сейчас посмотрим еще кому-то отдадим вот так и раздадим яночка по дороге просто обычным людям и каждому говорю что вы говорили о царстве и небесное вот и все тут они так самосы продают маленькой кафешки сейчас проедем туда где мини-маркет посмотрим царствие небесное не сарстве цар царствие небесное небесное просто буквы c в хинди нет просто и в английском тоже поэтому индийцы с большим трудом выговаривают такие вот царствие небесное бабушки не не царствие небесное бабушки не не сказать так вот смотри ты еще и сейчас его дать им стой 2 2 давай вытянет и бай рука то бай рука на ну сейчас посмотрим кому-то еще одному отдадим и все вот видишь я никуда и далеко ехать не надо много людей которым можно раздать вот смотри тут женщина сидит вот она сидит сейчас я ей тоже пойду дам теперь мы едем в север центр там учится наша племянница нужно ее забрать посмотрим заодно в север центре там тоже много бедных это вот тоже кстати проезжаем кусочек бедного района я уже не раз вам говорила что в нашем районе таких вот мелких как районов бедных очень много потому что раньше это была деревня но и в итоге как вот наш район он стал больше так вот дэвлоп развиваться лишь здесь тоже вот сидит инвалид человек у нас просто уже у нас просто уже ничего не осталось на данный момент с наш район очень сильно развивается и вот потихоньку получается вытесняют вот эти вот бедные районы здесь я тоже смотрю что-то вот с большой скоростью строится буквально вот за неделю уже здесь все разровняли засыпали гравием то есть вот может быть здесь будут какие-то высотки вода течет просто это не выкани вне течет это не выкачивают насосом там просто все залито водой из-за сезона дождей по всей видимости точно они там будут что-то строить будут закладывать фундамент поэтому выкачивают просто воду вообще именно с утра конечно можно легко раздать потому что видите сколько вот на работу идут именно можно очень многим раздать просто знаете обычным людям таким как вы раздавать не очень удобно они могут просто неправильно понять я вам объясняю что почему я хочу именно раздать бедным просто такие люди как я они могут неправильно понять и просто даже не взять из руки это конечно будет такая неудобная неприятная ситуация а вот именно бедняки они с удовольствием берут потому что им часто очень постоянно то есть на постоянной основе и вот что-то вот раздают здесь есть такая вот если ты что-то вот просишь у бога или что-то хорошее какое-то дело начинание хочешь сделать то хочешь получить благословение допустим у высших сил то обычно вот так и делают раздают что-то вот именно бедным поэтому бедные принимают это все с удовольствием то есть они даже не спрашивают просто берут молча и все бабушка ко мне ни разу не пришла даже удивительно но кстати не только ко мне никому в семье вообще она не пришла то есть никто даже не видел ее тени и никто даже не чувствует и вот знаете что она с нами сейчас в данный момент то есть обычно же считается что там до 9 дней до 40 дней вот и душа находится на земле обращается с родственниками но мы думаем что она ушла вот сразу просто моментально ну во первых потому что был возраст она конечно же была уже измучена своим телом тело было для нее это просто вот как клетка которая удерживала ее на земле поэтому тем более она ушла в очень большой праздник и считается что вот был был очень большой праздник в день ее смерти и считается что вот в такие большие праздники просто вот человек уходит сразу на небо сегодня мне единственное что приснился вот очень такой странный сон как будто бы я вижу человека он сидит со мной и я вот обнимаю мы разговариваем знаете вот прям по душам настолько вот мы разговариваем как близкие люди хотя я не знаю этого человека но я еще во сне думаю как странно как можно с посторонними людьми так вот сидеть обниматься и разговаривать как будто ты знаешь этого человека сто лет хотя ты на самом деле его даже не знаешь вот когда и вот когда я проснулась я подумала что может быть может быть бабушка таким образом пришла со мной попрощаться вот на девятый день может быть она уже какую-то новую жизнь получила понимаете и вот она пришла как не в своем образе ко мне а просто как в образе родной души что мы вот сидим так обнимаемся и мне с этим человеком так уютно так тепло и так хорошо что я вот даже во сне думала и проснулась тоже думала что это не просто мой какой-то родственник или друг а это вот как родная душа то есть душа же живет вечно меняются наши просто вот тела но душа она же остается всегда одной поэтому я думаю что вот таким образом бабушка пришла именно ко мне сегодня попрощаться потому что этот сон был ну такой очень странный вдруг и именно сегодня просто он мне приснился ну а там вот мама и дядя они тоже сказали говорит мы и вообще ее не чувствуем просто даже в доме то есть ее нет с нами то есть она вот знаете как птичка из клетки упорхнула как только она умерла она вот даже просто угод ушла вверх и все ее просто вот с нами нет ну в принципе это хорошо что у нее так все сложилось да потому что есть души которые неупокоенные мучаются которые по земле ходят не хотят уходить не понимают что с ними происходит она уже не раз говорила еще и раньше когда у нее не настолько плохое было здоровье то она говорила боже когда же я уйду когда же я уйду ну у бабушка никогда никогда не жаловалась выдержала все трудности под конец уже не ела не пила даже в туалет не ходила неделями то есть даже уже пролежни были похудела очень сильно естественно но вот мама говорит она настолько вот тихонечко просто вот лежала моли молилась постоянно и никогда не жаловалась ни слова не сказала там знаете там все ты вала или что-то вот что вот за что меня там бог наказывает за что я мучаюсь или что-то то есть вот каждый день она в свой прожила просто вот с благодарности с благодарностью поэтому вот и мама так сказала и я говорю что вот она просто отмучила отмучилась свои вот эти вот дни просто каждый свой день до последнего ну у нас считается я на уважа тоже считается здесь что 13 дней когда мы баба когда мы делали для дедушки для твоего ну кому-то бывает кому-то не бывает дедушка ко мне приходил даже в индию когда дедушка умер он ко мне прям в индию пришел я помню что я еще да я еще была одна твой прадедушка мой дедушка я была еще одна дома раджиш был на ночной на ночном дежурстве и пришел мой дедушка я помню что я очень сильно испугалась я побежала сразу в зал у нас там вот в шкафу прямо такую мы сделали маленькую ну не комнату а просто место для молитвы я просто молилась и пока он не ушел то есть я просто настолько испугалась я очень боюсь вообще вот это похорон да именно мертвых людей не могу не могу видеть то есть я смотри здесь всегда сидит тоже вот ей обязательно даем слепая такая женщина и ей тоже привезем на обратном пути я вот всегда похорон и обхожу десятой стороной потому что у меня потом все стоит перед глазами я очень боюсь даже вот несмотря на то что моя бабушка но все равно я почему-то вот боюсь я уже несколько дней просто вот боюсь и все и я не могу ну наука какая-то у меня есть фобия просто не могу этого изменить у каждого своя фобия тем более фотографии насмотрелась и похороны я в принципе сама просила как бы все заснять и но как я уже сказала боюсь я конечно эти воспоминания они просто вот не не покидают меня поэтому в индии тоже вот считается что 13 дней здесь как с нами пока вот поминают пока всех кормят пока вот это вот все сидят и у нас тоже явно считается 9 дней и 40 дней вот мы как до 40 дней считается что душа человека находится вот на земле и она прощается со всеми родственниками то есть я даже была когда в индии мой дедушка пришел мой папа ко мне приходил кстати папа тоже ко мне приходил когда прошлый раз я раздавала самосы папа на меня очень обиделся что я за него не раздала и он прямо вот показал мне во сне мой мой папа никогда со мной во сне не разговаривает он не сдает ни звука но он не всегда знаками показывает и он мне во сне вот прямо показал он сказал что меня тоже помяни и я сказала об этом маме я сказала о том что ты панихидку за папу тоже закажи здесь я не могу этого сделать я конечно я помолюсь но в церкви конечно это делают более профессионально поэтому лучше заказать в церкви потому что говорю просят чтобы его помянули ну и помяните говорю вместе с бабушкой вот кстати сегодня тоже видите я забыла не раздала самосы вот сейчас наверное на папе на имя тоже раздать им самосы раз он так хочет чтобы мы его помянули наверное вот папа у нас неспокойный да 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 твой на на а мой папа ну вот не знаю он до сих пор сколько лет вот уже прошло как он умер но он до сих пор приходит он до сих пор не спокойный то есть вот не может он никак успокоиться ко мне постоянно приходит хочет чтобы я его вспоминала постоянно мне вот показывает он он заранее всегда ко мне приходит за свой день рождения за дату смерти а то есть он не сам напоминает о том чтобы я вот его помянула чтобы я вот его хотя бы вспомнила или что-то раздала поэтому я вижу что вот папа у меня никак не может успокоиться то есть не знаю может быть стоит рейси уже а что это за звук то и вот поэтому я я вот кстати сейчас опять начала перечитывать книгу майкла ньютона путешествие души и вот в первый первый раз когда я читала я не на все конечно обратила такое внимание и сейчас вот перечитываю и там вот говоря говорится именно о том что есть такие неупокоенные души которые не могут найти себе покоя или может быть это связано с тем что они не хотели умирать рано им было еще умирать не могут они понять не хотят уходить отсюда поэтому вот где им присвиц не хотят уходить допустим отсюда и поэтому вот просто не уходят и постоянно являются нам для того чтобы мы их для того чтобы мы их постоянно вспоминали все попрошайки уже на своих местах самого утра видите у них такие мисочки все профессионально делается этот человек тоже всегда всегда он сидит только вот в этом месте он никогда и никуда в другом вместо не уходят у них у каждого свое свое вот место заработка рабочее место тоже я на вот ей тоже дай и поедем сейчас дальше тоже еще посмотрим вот там бабушка стоит я на давай давай дай ей смотри какая бедненькая работает старенькая такая дай дай ничего страшного она возьмет на пакетиков не взяла видишь надо было пакетики это самое взять иди отдай ей скажи а доки лилина пусть в ручки помоет зарабатывает своим трудом вот таких людей я очень уважаю надо было взять пакеты я забыла просто дома видите она даже руки не моет все равно своими руками берет и она говорит помой свои руки а потом возьми чистыми руками она берет прям вот такими руками вот я смотрю что вот бедный народ они как-то вот совершенно никакой гигиены вот у них нет то есть они могут тебе же руками и есть теми же руками и полный то есть представьте этот магазин он такой открытый до тысячи людей за целый день здесь топчутся ногами она без перчаток все это моет допустим и тут же она берет самосу я я специально сказала я не попроси и чтобы руки помыла а потом взяла вот эта женщина которой я хочу дать самосы бай сама солилу я к сожалению сегодня не принято не взяла с собой денег вот именно сейчас я выскочила у меня деньги в телефоне можно сделать юпи или гугл пей но у нее нет не было там никакого вот диджитал кода через которого я могла бы передать деньги просто нет нет у нее нету вот я же говорю к сожалению иначе я вы ей денежку тоже дала мы так выскочили из дома то есть мы просто даже вот денег ни копейки не взяли я за самосы заплатила вот через юпи айну через телефон просто поминаем как можем можно сказать правильно неправильно в любом случае делаем от души то что я делаю я делаю от души если бы не хотела бы не делала не знаю правильно неправильно как как у меня получается с точки зрения всех этих дел не могу о себе судить и некому мне сказать подсказать поэтому делаю все на свое усмотрение по поводу помощницы договорилась я уже с помощницей чтобы пришла ко мне с спас с послезавтра она придет ухты и она посмотрю какие хорошие эти глава была очень красивые фрукты здесь знаете сейчас очень много праздников весь сентябрь будут праздники просто вот без нон-стоп то есть один праздник заканчивается сразу на следующий день начинаются другие праздники причем праздники будут вот просто вот неделями и сейчас вот у наших помощниц тоже будут разные праздники у них как у них тоже есть разные вот свои касты и в каждой касте разные бывают праздники и получается что они все по очереди берут выходные сейчас вот взяла моя помощница то есть ее не будет минимум неделю я пошла в большой дом там я встретила еще одну помощник помощницу это кстати та которая помогала нам с ужином когда вот приходили к нам гости в дом я ее попросила говорю ты придешь ко мне поработаешь пока на неделю она сказала завтра точно нет сегодня точно нет послезавтра вы хорошо без проблем приходи с послезавтра ну хоть приходи и я вам должна сказать что вот в такие во время вот таких вот выходных когда все берут помощницы выходные такие вот помощницы которые у которых нет праздников и которые остаются здесь они вот просто на расхват то есть к ним обращаются вот абсолютно все поэтому вот кто успел обратиться тут и в шоколаде а кто не успел значит будет работать сам мыть полы и мыть посуду поэтому принципе у меня нет проблем помыть посуду и помыть пол но если кто-то помнит что прошлый раз у меня был очень сильный дерматит причем дерматит у меня от перчаток тоже потому что рука потеет и посуды в принципе бывает немало потому что индийская еда она такая очень сложная и длинная то есть занимает очень много посуды все все это приготовить поэтому постоянно от того что руки в воде у меня начинается просто дерматит причем дерматит у меня был до самых локтей поэтому у меня все это я не хочу даже браться за эту всю работу если есть возможность кого-то нанять то пусть человек приходит и работает с моей помощницы у меня тоже вот пару дней назад произошел такой не очень приятный разговор это конечно мне тоже всего не говорит раньше она мне вообще говорила в деревню мы не поедем теперь сына отправила в деревню потому что она говорит здесь вот не спокойный район в государственных школах творится вообще здесь говорит кошмар кошмарный то есть говорит постоянно дети курят пьют гуляют с девочками ходят туда-сюда потом говорит это все знаете такие мы могут тебя обвинить вообще в чем угодно на тебя что-то спихнуть там сказать что ты то что-то сделал просто ты если ты даже с ними ты постоял кому-то обворовали или что-то и она говорит мой сын хочет учиться поэтому я отправила его туда он сказал здесь мне просто не дадут учиться а я хочу что-то что-то да хорошо ну и в общем получается теперь такая вот проблема теперь сын там она постоянно тоже ездит как бы в деревню и в общем я вижу что дело все-таки идет к тому что она все-таки когда-то как бы поедет в деревню поэтому я уже на чистоту ее спросила говорю слушай ты вообще у меня собираешься работать или нет потому что говорю вот это твоя деревня последнее время ты очень часто ездишь и я не уверена что ты у меня будешь работать ну она говорит как бы да да я буду у тебя работать в деревне мы пока не собираемся но она построила там уже себе дом понимаете человек не будет строить себе дом если он не собирается допустим жить в деревне ну в любом случае это просто часто люди спрашивают у меня о том почему-то держишься именно за эту помощницу несмотря на все вот эти вот ее там козни да то что она и обманывает немножко и хитрит но тем не менее я и доверяю на работает у меня уже очень много лет она работает у меня на лет восемь еще когда строился дом она очень честная она очень работящая работает работает так как сделала бы я для себя понимаете своими руками поэтому человек которому ты можешь доверять это дорогого стоит здесь вот эти помощники которые вот в индии они очень нечестные и очень недобросовестные то есть свою помощницу я могу оставить просто вот дома развернуться и поехать допустим за какими-то вот покупками то есть я ей вот на настолько доверяю я доверяю ей на сто процентов я знаю что она ничего не возьмет она не откроет шкаф она не посмотрит и так далее но другим я доверять не могу поэтому пока пока она у меня на работе держатся пока я ее и буду держать в любом случае как бы там ни было и конфетку раджиш так дают у нас одно сладкое что-то печеньку конфетку царствие небесное раджиш надо сказать небесная бабушки не не бабушки бабушки не не она же тебе бабушка с бабушка не на не на иношками до бабушки ними царствие небесное бабушки не не